Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я Роман Морозов и сегодня делаю видео про NanoHash. Почему я делаю этот видео? Потому что я уже довольно-то давно инвестировал на NanoHash. У меня тут есть определенное количество партнеров и после этого видео я хочу, чтобы они решили бы, хотят ли они еще сюда сделать депозиты, либо нет. И не более. Так, чтобы сказать, что компания скам, надо какие-то резкие причины, по-моему, так должно быть, да. Что я очень долго сдерживаю, чтобы к какому-то компанию облить там грязем. Ну, то есть максимально долго. Пытаюсь не обливать грязем компанию, если я там полностью не уверен. Что вообще скам? Скам такой вещь, если проект или компания полностью перестает выполнять свои обязанности. То есть перестанет выплачивать в случае инвестиционных проектов. В многих проектах есть свои какие-то правила, в том числе и у NanoHash. У NanoHash такое правило, что выводить можно только те деньги, что намайденные. То есть это майнинговая компания якобы, и что на майнинг можно вывести. Так нельзя, что просто завели и вывели. Так, думаю, все понятно, да. В чем вообще смысл видео? Я покажу сейчас, что мне лично, лично мне NanoHash перестал делать выплаты. Вот комментарии. Пишите, у вас такие же проблемы, скам ли это, или это просто у них какой-то технической неполадкой. Давайте тогда по очереди. Смотрите, чтобы куда-то-то вывести деньги, да, нужно привязать свой кошелек. И тут видно, у меня привязан кошелек TRC20USDT. Проверим, мой ли это кошелек. Заходим на Mobinance. И выбираем год. Да, якобы мы хотим заводить сюда денежки. И сеть выбираем TRC20. Да, этот мой кошелек. Все сходится. Так, следующее было условие у NanoHash, что должны быть купленные майнинг-оборудования. То есть нельзя просто так выводить. Так, заходим сюда. Переплетные листы. И у меня действительно купленные майнинговые оборудования. Что якобы должны мне принести 3 доллара и 87 центов в день прибыли. И с этим тоже никаких проблем по факту не должно быть. То есть я не нарушал ни одного правила, что написано ими же. То есть, что они написали, те правила я не нарушал. То есть у них есть такой пункт, как 3.4, где четко написано, что майнинг или деньги можно вывести. Никто не сопрещает это сделать. Так, давайте тогда плавно переходим в мои кошельки и кнопку вывести. И что я покажу, что нарушал ли я что-то по-вашему, либо нет. Ну, сейчас, например, на ту систему TRC20. Видите, опять же, сразу же подтягивается мой личный кошелек. Еще раз можно убедиться, что это действительно так. И минимум вывод 20 долларов. То есть тоже есть условия. Ну, понятно. С этим все понятно, да. Теперь идем на историю и выбираем выводы. И смотрите, вот эти выводы, что вы видите, вот ниже этого строка, вот сюда ниже, все это три страницы, они действительно мне выплачивают. Тут вообще никаких споров нету. Они выполняли свои обязательства, как написано в правилах и все четко, как должно быть. То есть все это три страницы, что я сейчас покажу, показал действительно, выплаты шли как часы. Вот. Теперь посмотрим. Начиная 10 числа, с ноября, я поставил на вывод 23 доллара. Почему? Почему-то-то вообще без суда и следствия мне его отказали. Ну, я думал, мало ли, ошибка системы. Ну, бывает такое. У кого не бывает, все абсолютно имеют право ошибаться. Я думаю, так и есть. Ничего страшного, поставил тот же день заново на вывод деньги. Смотрите, 11.10. То есть, 10 число ноября. И у меня стоит галочка, что якобы выплачено. Ну, что все в порядке, как и ранее все было. Ну, чтобы не затянуть видео, как у меня довольно-то быстро накапливаются деньги для вывода. У меня уже были на вывод готовы уже и на 11 число, но уже было 25 долларов. То есть, в общем сложности 43-48 долларов. Так, как вы видите, галочки стоят, что якобы они выплатили. А по факту деньги не доходили. Смотрите, тут у нас получается... Ну, я не так часто завожу сюда деньги. А вот видите, ну, это, видите, уже 4 числа. Ну, значит, уже максимально ниже, что не касается нас абсолютно. Есть тут 30 долларов, абсолютно не от них, потому что вы же видите, что не сходятся суммы. Это из другого проекта. И этот, видите, вообще из Binance Smart Chain. То есть, тоже мой такой отдельный... Я сюда из другого места завалил деньги. То есть, NanoHash показывает, якобы они выводят, а по факту деньги не доходят. Так что, друзья, поставьте теперь в комментариях, по-вашему, это скам или у них какие-то технические сбои. Потому что техподдержка у них не отвечает. Тоже, ну, кто ж знает. Может, у них действительно какие-то проблемы, не знаю. И смотрите, еще можно вот так смотреть, чтобы было бы видно все крайние вводы, выводы. То есть, ну, никаких денег из NanoHash уже мне лично не поступили. Так что, друзья, если что-то изменится, я вам обязательно дам знать, что если там что-то исправится. А пока что, как минимум, те партнеры, кто у меня, сюда, пожалуйста, ну, сдерживайтесь. Не заводите сюда денежек. Во всяком случае, до тех пор, пока я вам не скажу, что у меня все наладился или там что-то такое. Друзья, если это видео было вам полезно, ставим лайк. Делимся с этим видео, чтобы больше людей узнал бы, что бывают такие проблемы. И зарабатываем честно. И главное, быстро. Всем пока.